Привет! Эээ, Трибуарн! Недавно мой подписчик Смит через донат, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Звёздный Капитан, который называется Чума Безумия из мультсериала Первобытный. Я на самом деле не смотрел этот мультик, даже не помню, что за мультик, про динозавров что ли, который или нет, ну судя по первому кадру, скорее всего так оно и есть, возможно я ошибаюсь. Но в любом случае, давайте глянем этот видос, уверен, что он будет такой же офигенный, как и обычно, это бывает у Капитана. Погнали смотреть! В данном видео я расскажу о Мачуме Безумия, которая была показана мультсерией Первобытной. Вы узнаете о способах передачи этой заразы, симптомах, о происходящих жертвоизменениях, показанных историй и о многом другом. Окей. Эээ, мерзость. Если вам всё понравится, то новые выпуски о динозаврах не заставят себя ждать. Так. Надо сразу лайк поставить, хотя ролик уже какой? Ага, старенький, уже больше... Почти, почти год ему уже. Так. Друзья, первобытными могут быть не только мультсериалы, но и желание играть во что-то крутое и интересное. Например. Ну-ка. Например, Perfect World. Ага, давайте немножко перемотаем. Так. На самом деле, я почему-то подумал, Первобытный это про мультик, который в 80-х либо 90-х годов, там про миленьких динозавриков. Видимо, он назывался по-другому, я просто неправильно понял. Про этот мульт я вообще ничего не знаю. Первый раз вообще его вижу, вижу такую рисовку. О чуме, я в двух словах затрону сам мультсериал. Давай. Создан он был режиссером Генди Тартаковски, который также выступил создателем таких известных произведений, как Самурай Джек, Звездные войны, войны клонов 2003 года выпуска и еще нескольких популярных шоу. В его сериале Первобытный действие разворачивается в вымышленную доисторическую эпоху, рассказывая о пещерном человеке по имени Спир или Копье и самке Тираннозавра по прозвищу Фанк или Клык. Они что, полюбят друг друга, что ли? С героев пережил трагедию. И теперь этот, казалось бы, невозможный союз становится их единственной надеждой на выживание во время приключений в жестоком и первобытном мире. Жесть. А! Офигеть. Так. Офигеть, так. Я расскажу вам о событиях серии, в которой была показана Чума Безумия. Давай. Начинается все с того, как большое стадо аргентинозавров проживает в красивой долине. Возможно, это какие-то другие зауроподы, например, бархиозавры. Но один из сценаристов, Дэвид Крэнс, в своем твиттере отметил, что это именно аргентинозавры. Так вот, в долине эти динозавры питаются, отдыхают, откладывают яйца и растят молодняк. Иделию нарушает внезапно появившийся зараженный паразауралов. Животное кусает одного из аргентинозавров, передавая заразу и ему. Мерзость. В врачайшие сроки, кушный зауропод превращается в бешеного зверя и уничтожает все свое стадо вместе с яйцами. Капец, сколько яичек он разбил! Сколько можно было сделать яичницы? Бедняга. Случайно в это же время в долину попадают у наших героев Клык и Копье. Пробывая в шоке от представшего перед их глазами зрелища, они натыкаются и на зараженного аргентинозавра, устроившего бойню. После неподолжительной погони гигант падает в ущелье и вроде как окончательно погибает. Так. Всего лишь от того, что он упал, он погиб, это же зомби. Из-за чего в ближайшей пещере главные персонажи мультсериала осматривают валяющуюся тушу зауропода. Решил, что тварь подохла, они уходят, но не тут-то было. Все-таки встал? Полностью похожее на зомби животное просыпается и начинает преследовать наших героев по ущелью. Капец. Проход на выходе из него оказался слишком узким, из-за чего аргентинозавр застревает. Какая мерзость, фу. Вроде бы клыку и Копью больше ничего не угрожает. Однако ущелье привело их в кратер просыпающегося вулкана, извержение которого ожидалось с минуты на минуту. Как говорится, то понос, то золотуха. Не зная, что делать, герои стали пятиться обратно к зараженному зауроподу, давая ему достаточно времени, чтобы протиснуться сквозь узкий проход. А, ну конечно, у него же слезает сейчас кожа и все остальное, поэтому может сделать себя немножко похудее. Правда, потеряв при этом изрядное количество кожи и мяса. Да ему абсолютно насрать на это. Погоня продолжилась, однако слишком большая масса тела аргентинозавра привела к тому, что он проломил дно кратера и сгорел при контакте с изливающейся лавой. Жесть. Ну а теперь давайте поговорим про саму заразу, которую подхватили динозавры. Со слов создателей, они хотели показать самую жуткую форму заражения из возможных. И это у них без сомнения получилось. Согласен, это было просто омерзительно. Для этого они взяли чуму, бешенство, некротический фасцит и ряд других инфекционных заболеваний. Смешали все это, добавив в получившийся компот щепотку зомби-вируса. Причем, как... Щепотку, по-моему, там целая бочка зомби-вируса. ...небудь фильма ужасов, так и вполне реально существующего. Такого, как болезнь зомби-оленя. Получившуюся дрянь на этапе создания сценария набросков обозвали чумой динозавров. Официально же она зовется чумой безумия в честь названия серии. Как появилась обсуждаемая чума, нам само собой никто не объясняет. Опять же, со слов сценаристов, происхождение этого заболевания может быть как вполне себе естественное, так и, как говорится, по велению высших сил. Вы знаете, меня вот это вот прям очень сильно напрягает во всех произведениях, фильмах, сериалах, мультсериалах. То, что нам не показывают, например, вот как появился этот вирус, но зато потом сценаристы за кадром нам это и говорят. А почему нельзя было добавить это в серию, например, либо в какую-нибудь следующую серию? Почему надо об этом говорить именно уже за кадром? Не все же люди это узнают. Какой-то бред на самом деле. Учитывая, что нам показывают в новых сериях, и что мир первобытного является вымышленным, в это верится довольно легко. Передача же этого инфекционного заболевания от больного животного здорового происходит несколькими способами. А, несколькими? Аэрогенные контактные способы передачи инфекции мы отсекаем сразу. Первое осуществляется воздушно-капельным путем, а второе, как понятно из названия, при контакте с источником инфекции, то есть через объятие или рукопожатие. Так. Серия Клык и Копье не раз находились в непосредственной близости от пасти зараженного аргентинозавра во время его криков и кашля, как и контактировали с его гниющей плотью. При этом герои остались живы-здоровы. Мерзость. О, уже красненький стал, приготовился, походу. Это оставляет нам вполне логичный и очевидный способ передачи инфекции, трансмиссивный, то есть посредством укусов, или же при попадании той же слюны в открытые раны или повреденные участки кожи жертвы. Окей. Клещи? Клопы, блохи, клещи, комары, мухи и другие насекомые. Эээ, какая-то мерзость, фу! Так что пара зауралов и вполне могла укусить какая-нибудь доисторическая блоха. В свою очередь... Доисторическая блоха укусила огромного динозавра и превратила его в зомби. Прикольно. Этот зараженный динозавр также стал передавать чуму другим животным посредством укуса. Так. Блин, бедняга. Что больше всего поражает нашим сегодняшним инфекционным заболеваниям, так это невероятно быстрый инкубационный период. С момента укуса и до окончательного перехода динозавров в зомби-режим проходит меньше минуты. Это... Нифига себе, за минуту? Вот это жесть. Слишком быстро. Согласен. В моей памяти такое быстрое обращение происходило лишь в фильмах «Поезд в Пусан» и «Война миров в Зе». Нифига себе, он быстрый там, блин. Надо грянуть, наверное, «Поезд в Пусан». Инкубационный период той же бубонной чумы составляет минимум двое суток, а вешенство около десяти дней. Так. Даже холере нужно хотя бы пару часов на созревание. Понятное дело, что в реалиях одной серии очень сложно показать какой-то другой, более медленный процесс. Ну да, согласен. В Тартаковске темп повествования всегда довольно стремительно эффектный, что, возможно, является лишь плюсом. Ну да, люди не успеют заскучать. Как бы то ни было, у кушанного динозавра наблюдаются следующие симптомы. Судороги, боли в мышцах, рвоты и жидкий стул. Отдышка, беспокойство, повышенная чувствительность на малейшее раздражение органов зрения и слуха, галлюцинации. Повышается слюна. И это все за минуту, жесть. В отделении появляется неукротимая жажда. Бедняга. И это только первоначальные моменты. А, это первоначальные моменты, это только в первые несколько секунд, а дальше что? Чем дальше, тем страшнее. Жесть. Буквально через несколько секунд у зараженного динозавра наблюдаются многочисленные кровоизлияния на коже. Ужас. Обильное кровотечение желудочно-кишечного тракта, что приводит к фонтану кровяной рвоты. Происходит непрерывное течение всего, что только можно и нельзя из глаз, ноздрей, уши и всяких отверстий. Ну и мерзость. Если больное существо становится буйным, агрессивным, появляется извращенный аппетит, из-за чего тот же аргентинозавр стал поедать то, чего он никогда раньше не ел. Себе подобных. Так. Бедняга. Получается эдакая смесь холеры, чумы и бешенства. Что пугает, так это ярко выраженные некротические процессы. А также быстрое разложение кожи и плоти до самых костей. Мяско динозавров начинает гнить на глазах, оголяя внутренние органы. Аааа, какая мерзость. Там, где кожа остается, она... Вроде нарисована, но мерзко. Писает и покрывается пузырями, меняя цвет на желто-зеленый. Зараженный перестает испытывать... Так бегает, прикольно. ...вое ощущение, из-за чего он может бежать на пролом сквозь деревья и скалы, падать с большой высоты и наносить повреждения самому себе. Да естественно, он же зомбяк, ему уже на все абсолютно насрать. Так. Мерзко. Несчастное животное охватывает полное безумие, что вкупе с агрессивным и буйным поведением становится причиной нападения на любых встреченных живых созданий. Причем на поздних этапах заражения чумных уже не интересует мясо их жертв, как источник пищи. Просто убить хотят, что ли? Они просто хотят убивать всех и каждого. Ужас. А самым жутким является то, что для осуществления подобных целей они готовы уничтожать и самих себя. Капец. Несмотря на то, что зараженные динозавры являются крайне опасными противниками, победить их довольно просто. Так. Можно подождать пару дней, пока непрерывный процесс разложения чумных созданий попросту не уничтожит их самих. Ага, они сами просто так уничтожатся? Серьезно? А еще можно заманить их в ловушку. Интеллект таких существ будет на таком низком уровне, что они будут не в состоянии обдумывать свои и чужие действия. Ну это логично. Так и распрощаются с инстинктом самосохранения. Кто помнит? Лайк. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте свой безумный палец вверх. Конечно лайкусик надо... А, я уже поставил даже. Вот это мерзость, фу. Спасибо и помните, что в еде нужно знать меру. А не то будете ходить в туалет, как самый настоящий динозавр. Почему он только это сказал, не понял я. Внимаю от души. В долине эти динозавры питаются, отдыхают, откладывают яйца и растят молодняк. И трахаются. Идиллию нарушает внезапно появившийся зараженный прозауралов. Хорошо. Хорошо. Идиллию нарушает внезапно появившаяся зараженная пара зуаро... Идиллию нарушает появившаяся мразь. Передача в ближайшей пещере, главные персонажи мультсериала осматривают валяющуюся тушу заебабапода. Хорошо. Учитывая, что нам показали в других сериях, и что мир первобытного является выблевшливным, зараженный перестает испытывать болевые ощущения, из-за чего он может начать слушать рэп. Ты охренел? Рэпу-то хорошо. Не весь, конечно, но в любом случае. Это динозавр. Он больной. Заражен он неведомо чмой. Так есть, человек и тирекса. Но в лаве окажется его мёртвое тельце. Да ты прям рэпер! Хорошо. Ты серьёзно? Записываю я голос для этого видео. И тут меня настигают куча проблем непредвиденных. Возможно, стоит сходить в туалет. чтобы вышел из меня вчерашний винегрет. О, господи. Сука, это хорошо было. Ролик у капитана, как обычно, получился мега мерзким. Практически постоянно у него они такие получаются, но в этом весь смак. И в конце, кстати, у старых видосов, как я понял, вот по этому ролику гораздо больше монтажных... Как он там их назвал? Так. Монтажные психозы. Монтажных психозов у него гораздо больше. Я прям поржал. Сначала было мерзко, потом немножко отпустило, и мы поржали вместе со звездным капитаном. Короче, ролик шикарный получился. Лайки я уже поставил. Огромное спасибо Смиту за то, что он мне на него задонатил. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. У нас с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok